Приветствую вас. Во-первых, необходимо отделить ваше желание. Именно ваше желание. И желание молодого человека. Потому что ваше желание при условии наличия у молодого человека проблем, психологических, выступает для него в виде крайне тяжелого пресса. Крайне подавляющего фактора, который усугубляет и без того нерадочное положение молодого человека. Ну, при условии, если это, конечно, не какая-то уловка с его стороны, если это не манипуляция с его стороны. Вот. Ну, я, опять же, просто не знаю, да, как обстоят дела. Может быть, это с его стороны действительно просто манипуляция какая-то уловка тогда. Вот. И необходимо отделить, необходимо отделить, необходимо отделить свои желания от его желания, его желания, от его потребностей. И вам заниматься реализацией только своих потребностей. Пока. Пока что. Пока что. Пока что. Пока молодой человек решает свои проблемы. Вот. Это позиция наиболее конструктивная. Здесь. Высказывать адекватную поддержку молодому человеку, высказывать молодому человеку идею о том, что вы рядом, идею о том, что вы, ну, от него никуда не денетесь, что вы всегда готовы ему помочь и готовы его поддержать в случае чего. Эта идея очень важна. Эта идея очень важна. Эта идея очень важна. Эта идея очень важна, потому что, ну, молодого человека в этом нуждается. Но, если, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ подавляющий фактор, да, то ситуация будет такова, что вы просто-напросто будете отдавляться друг от друга и, в конце концов, остановитесь. Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на причины, по которым молодого человека такое вот депрессивное состояние. То есть, что-то произошло с ним, что-то случилось с ним, опять же. И, на мой взгляд, нужно поисследовать что-то случилось. То есть, как бы, он не виноват в том, что с ним происходит сейчас. И вы не виноваты в том, что происходит сейчас. Но, решать проблему, его проблему нужно. И если он чувствует себя не очень хорошо, если у него депрессивное состояние, то он может обратиться к специалистам, например, себе данный ресурс для того, чтобы мы ему помогли. Или он написал свой вопрос, что-то его беспокоит и так далее. Вот. Пока-то я могу сказать, что молодой человек, вот в общем, по общему правилу, он идёт по пути продавления своих желаний. Вот. Я не знаю, почему. Я не знаю, с чем это связано. Почему молодой человек продавлял свои чувства и свои эмоции, и свои желания. Что является таким проявлением депрессивного состояния, да. То есть, депрессивное состояние – это продавление всех своих чувств, всех своих эмоций. Вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с вами, может быть, это связано с чем-то и всё, но в любом случае с этим нужно что-то делать. Если вы видите, что молодой человек с этим не делает ничего, то депрессивное состояние ему для чего-то выгодно. Нужно, в таком случае, посмотреть, для чего оно ему выгодно. Посмотреть, какой вы вносите вклад в то, что оно ему выгодно. Вот. Его состояние. И после этого свой вклад из общей, так сказать, картины, да, свой вклад исключить. Чтобы молодой человек увидел, что вы не хотите в этом участвовать, что вы не хотите подкреплять такое вот деструктивное поведение с его стороны. И дальше, соответственно, уже всё будет более-менее понятно. И последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, как вы воспринимаете возможность окончания отношений. Именно вы. То есть, вы сейчас чувствуете, что ваши отношения, они могут сойти на ногу. Вы это чувствуете, вы это знаете. И какие чувства вас вызывают? Страх, напряжение, раздражение, расстройство, фрустрацию, может быть, что-то ещё. То есть, вот эти моменты, их нужно, на мой взгляд, преследовать, чтобы вы как-то вот лучше в этом ориентировались всём. Вот, чтобы вы как-то лучше отдавали себе отсёт в том, что вообще происходит. И, ну, мне кажется, мне кажется, что так иначе это будет полезно. Вот. Очень полезно. Для вас. Потому что, ну, как я уже сказал, неоднократно, любое, вот, абсолютно любое давление, давление на молодого человека, вашего, сейчас, с точки зрения ваших желаний, будет иметь только негативные, к сожалению, последствия. Вот. И, соответственно, здесь нужно быть очень аккуратнее. С другой стороны, если молодой человек не делает ничего для того, чтобы ситуация как-то изменилась, если молодой человек не делает ничего для того, чтобы выйти из депрессивного своего состояния, то, возможно, ему это не так уж сильно и надо, а если ему это не так уж сильно и надо, то вы, к сожалению, вы рискуете оказаться в совершенно неудел, вот, вы рискуете оказаться вауче именно из-за пассивности молодого человека и из-за своей такой, может быть, ну, может быть, такой зависимость, зависимости, да, от него, вот, что, безусловно, хорошего вам ничего не несет, вот, только будет, ну, только будет такое ощущение, да, что какое-то количество времени вы на это потратите, вот, и все. То есть, как бы, ничего хорошего из этого не будет для вас. Вот. Так что решайте, выбирайте, смотрите, анализируйте, изучайте, спрашивайте, разговаривайте, наблюдайте, вот, если понадобится помощь, то мы готовы помочь вам, готовы помочь, собственно, молодому человеку, если будет такая необходимость, если будет такое желание с его и вашей стороны, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачу.